50 лет вот той стороной я завозила дрова у меня муж очень больной был он связи проработал 46 лет награжден медалями вся к ней у него списана заслуженный связи ну так мы жили вот туда завозили дрова 50 лет мария васильевна живет в многоквартирном блокированном доме в центре пинска вот уже четвертый год она упорно отстаивает свое право на пользование соседним земельным участком для личных нужд сосед тут он новенький может пять лет живет он я ему говорю завтра буду выпить дрова вести он говорит а как ты их завезешь она не разрешит тебя заехать я как не разрешить да я 50 лет проездил надо мне не разрешить кто она мне такая для того чтобы подвести дрова к сараю или откачать выгребную яму все эти годы семья использовала проезд по соседнему участку законом такое разрешено если землепользователи не против такой порядок устраивал всех до поры я начала вести дрова она начала падать под машину машина везет дрова нападает под машину а шофер говорит вызовте милицию а я гордо и милиция не берет все крест на этом тогда дрова эти завезли у ног попросил там ее завезли эти дрова загрузили я вытопила эти дрова мне ж надо отапливаться муж это самое умирает и все волновался как я буду с этими дровами что как он меня оставляет так я варю ну как то будет да все будет хорошо не расстраивайся он сердечник было 23 ему 75 лет а 24 он помирает 25 хоронит дрова я не могу завести отдела шубу и сижу дома валенки отдела его рыбацкой и сижу в этом холоде так мария васильевна экономила оставшиеся дрова когда один из соседей узнал о положении пенсионерки пригласил к себе так я зиму пересидела пересидела в него пойду горси полком много раз ходила председатель горси полкома обещал мне сам лично прийти сюда но он не пришел не приходил но вы были у него то я уже три года туда хожу и ходила и писала мария васильевна но вопрос так и оставался нерешенным живи как хочешь однажды вообще пришел странный ответ что больше на к нам не не пишите потому что мы не будем на ваши письма реагировать и отвечать а как же вы не будете вы меня оставляете в виде я же как не жить речь идет вот об этом проезде который с некоторых пор закрыт для посторонних именно за право пользования им и борется мария васильевна как это обычно вводится в конфликт между соседями никто особо вмешиваться не хочет мол сами должны разобраться но самим не получилось пенсионерки предложили обратиться в суд они все иди в суд иди в суд я пошла в этот суд я потратила почти три тысячи меня сарай текут вот разломалась совсем коридор разломался улок улоки сложились начали вот завезли сейчас это самое блоки и иначе не строить почти три тысячи мария васильевна потратила зря как она считает фемида оказалась не на ее стороне хотя в процессе судебных разбирательств обнаружился дополнительный вариант решения проблемы суд решил эксперт что вот здесь надо проезжать вот через четвертую квартиру он 35 лет прожил деревья ему надо спиливать все кустарники убирать и обратно он добровольно сказал а я хочу чтобы не за это заплатили но я же платить не буду надо обратно идти в суд я буду меня уже нету денег сколько я могу по судам у меня долги в пинске у марии васильевны никого нет только внуки иногда и приезжают говорит она дочь вообще в грудинской области они взять им тоже не наездится да и нельзя все свои проблемы на их вешать говорит пенсионерка у них ведь и своих хватает но как оказалось у марии васильевны не только с соседкой которая перекрыла проезд конфликт сосед за стенкой тоже начал предъявлять претензии я говорит защищали свой интерес какой а я знаю какой он защищает интерес он защищаем пять лет прожил свой интерес у него есть а я прожила считайте 55 почти и мне никакой интереса лету вас конфликт с ним на какой почве с его семьей но какой почве ну вот тогда за это а сейчас вот они кричат что я им разбила послете какое-то устроение о лизе дочечки это уже строение это уже их считать а что здесь было до вот тут я тут приляпаны был мой коридорчик коридорчик да тоже вон смотрите какие там доски все сгнило уже дошел и и там уже все лилось соседка запретившая проезд общаться с нами не захотела а вот сергей который защищает свой интерес по словам заявительницы поделился своим мнением у ее мужа который ныне покойный когда ему было плохо я помогал медикам выносить его в скорую у нас пять с половиной лет все было хорошо там и кабачками и там какие-то добрососедские да с какого момента это все начало происходить мы просто не понимаем почему окрысилась на нас мы никому ничего плохого не делали более того говорит сергей они с женой у которой рядом есть еще одна квартира разрешали марии васильевне подвозить дрова по их территории ну а то что ей предъявили претензию по поводу строительства так было за что уверен сергей мы вышли просто обалдели на нашей части снят шифер выдрали стену все разошлось а хотя стена была усилена но я усиливал до этого утеплял и обшел внутри садинга там щели скорее всего после этого и пошел раздор но сергей считает что марии васильевне следовало бы изменить свое отношение к происходящему машина лежала те ворота ехала сюда и въезжала туда и высыпали уже на наши территории квартиры номер два и они убирали вот этот вот заборчик свой и уже носили на свою территорию она не высыпала интересно да это очень интересно момент в том что она носила здесь ущерб сараем вашим или соседским а вот тут был забор это я переделал его тоже поломали люди просили ты нормально ну если так получилось восстановить на что звучали такие слова что просто ну просто просто тут было вообще ну дико все заросшие ну начали все приводить в порядок ну соответственно ну и люди начали запрещать проезд запрещать могу как сказать смотрите была дорога дорожка человек ходил по этой дорожке там 50 лет да у нас же город строится дороги строятся соответственно поставили дом а человек ходил здесь получается что надо дом снасти по сути да вы посмотрите какая дорога стала от заезда грузовых машин это приезжали сюда грузовые машины не а вот и это все вот так вот мы выравнивали землю постоянно после приезда она этого не делала совершенно не делала мы отправились за разъяснениями в горы с полком куда мария лазицкая написала более десяти обращений она в своих обращениях указывала на то что пользуется этим проездом постоянно на протяжении многих лет и считает этот проезд землями общего пользования а не частью участка земельного участка соседнего в своих ответах пинский гуросполком давал разъяснение марии васильевны о том что в данной ситуации она имеет право обратиться за установлением земельного сервитута земельный сервитут это право ограниченного пользования чужим земельным участком который устанавливается для необходимости осуществления прохода подъезда и иных целей земельный сервитут устанавливается по соглашению сторон то есть земли пользователями земельного участка которая применяется земельным сервитутом и заинтересованным лицом случае недостижения такого соглашения земельный сервитут устанавливается в судебном порядке что произошло да также мария васильевне в своих ответах всегда предлагалась помощь волонтеров для того чтобы помочь разгрузить дрова складировать их на ее территории но мария васильевна этой помощи отказывалась но и после этого марию васильевну не оставили один на один с ее проблемой отмечать наталья александровна в суд заявительницы обращаться не пришлось это сделала пинская межрайонная прокуратура суд принял такое решение что земельный сервитут на земельном участке соседнем возможно установить только для подъезда машины для очистки уличного туалета только в этих целях для остальных целей в иске суд отказал то есть он посчитал что необходимости проезда для подвоза дров складирование стройматериалов нет необходимости это и был тот самый суд на который мария васильевна потратила около трех тысяч но как оказалось она подавала апелляционную жалобу судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза в результате которой эксперт установил что необходимости установления земельного сервитута на земельном участке не имеется при этом он указал что есть техническая возможность с учетом сложившейся застройки организовать подъезд для таких вот хозяйственных целей на самом земельном участке по улице комсомольской 47 то есть на земельном участке где располагается желудом в котором проживает заявительница решение пинского суда отменили все что надо было сделать марии васильевне после этого договориться с соседями о порядке пользования землей выезжали разъясняли да показывали схемы как можно подъехать к этому да ну вот мария васильевна стоит на своем что ей удобно осуществлять подъезд к своим постройкам только через соседние участка как она пользовалась на протяжении этих лет свою помощь одиноко проживающей пенсионерки готов оказать правком с места работы покойного мужа участие проявляет и руководство гуртопа приходит ко мне с работы мужа это самое правком мария васильевна вам надо дрова так мы заведем это самое я говорю да я еще на очередь не стала мне надо сначала дорога а потом уже дрова потом после этого с гортопа приезжу приехал кто-то меня тут дома не было я с ним по телефону поговорила я говорю мне надо дорога так мы завезем дрова ну как я не оплатила еще дрова я не была в гордопе не выписывала какие дрова ну какие дрова могут быть мария васильевна от всех предложений отказывается и продолжает настаивать на своем как это человека можно лечить 50 лет проездила потом нет куда смотрел гаррисполком считаете несправедливо 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 и я на этом не остановлюсь упорству с которым пинская пенсионерка добивается своего можно позавидовать однако пока она оборачивается не в ее пользу а